Культовая фраза «Есть такая профессия, родину защищать» из фильма «Офицеры никогда не потеряет своей актуальности». Военный человек – это образец мужества и отваги, стойкости и силы духа. Основная сфера деятельности – это мобилизационная работа, вопросы территориальной обороны, учетно-призовая работа и социальная защита и пенсионное обеспечение наших военнослужащих, которые уже находятся в запасе, пенсионеры Министерства обороны, ну и обычные граждане, которые обращаются по вопросам нашей деятельности, наш военный комиссариат. Сегодня военный комиссариат города Бобруйска, Бобруйского, Глузского и Кировского районов – сложный, но хорошо отлаженный механизм, который продолжает решать многопрофильные задачи, сочетая традиционные, проверенные временем формы работы с поиском новых передовых путей. Можно сказать, что по всей территории Республики Беларусь направляем мы призывников для получения военно-учетных специальностей, для подготовки в военном отношении. Ну и что хочется сказать, и что радует, это что наши молодые люди, то есть стремятся, эти вооруженные силы, это и всеместно занимаются и спортом, и готовятся как-то к службе, получают. Через ДСААФ проходят подготовку, получают водительское удостоверение, проходят потом службу на должностях водителей. Армия начинается с военного комиссариата. Это касается не только тех, кто направляется для прохождения срочной военной службы, но и для молодых людей, которые мечтают об офицерских погонах. Не меньше внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке их к военной службе. Отбору кандидатов для поступления в военно-учебные заведения, на военную службу по контракту, на подготовку призывников по военно-техническим специальностям. Это наш ДСААФ, получение прав водителей категории ИБЦ. А также увековечивание памяти защитников отечества и жертв войн. Эта работа приносит свои плоды. Большое предпочтение молодыми людьми, нашими призывниками, конечно, отдается это силам специальных операций, специальным подразделениям внутренних войск, Министерства внутренних дел. По словам будущих военнослужащих, многодневные учения, марш и огневая подготовка – все это закаляет мужчину и делает выносливее и сильнее. Проходя физические испытания на прочность, они начинают больше понимать и, что немало важно, преодолевать себя. Дед у меня служил, воевал, получается, отец, его брат тоже служили. Вот, можно сказать, иду по их стопам. Направили меня в 103-ю воздушно-десантную бригаду в городе Витебске. Ну, считаю, что да, выдержу, все нормально будет. Чтобы закалить свой характер, отдать долг родине. Ну и войска у нас самые лучшие. 106 лет военные комиссариаты органично слиты с истории создания и развития вооруженных сил. Вносят достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.